здрасте дяди тети проблема из названия поняли что протекает вода в насосной станции или в моторе или насосе как не знаю как точно обозвать все это дело суть всего этого вот этот болт был оборван кем-то уже делался наверно снять саму крыльчатку не составляет труда можно сделать вот что-то типа такого планка в ней высверлить просверлить отверстие нарезать резьбу потому что неизвестно или сальник или вал уже прогнил лично выгнило соответственно может быть проблемой на волосом и потому что сколько тут ржавчины сейчас разберу уже посмотрю окончательно это я не хотел сдирать чтобы ржавчину это не убрать сейчас же нужно аккуратно шпоночку поддеть снять ее потом можно добраться уже до самого сальника знаете что самое интересное тут еще но куча ржавчины он на все это куски такие там стопорное кольцо ну думаю подключить наждачечкой включить чтоб он работал движок наждачечкой все это дело подправить ну полез в управление там он оказывается было уже расплавлено и вот эти вот крепление они уже оказывается снимались отсюда вот я одно снял она легко снялось найти тут ковыряли сейчас надо как-то их снять потому что это оставляет так нельзя никогда ничего не получается так чтоб что-то легко поменялось и все нет куча геморроя появляется по ходу если уже тут кто-то лазил ну и тут обнаружил печальку такое на валу у нас много много ржавчины вот это место где вроде бы должно быть где сальник вроде бы должно быть нормально а так все побито ржавчины печально ну сейчас попробую ну шо поковырялся вчера и тут накинул крыльчатку но там место есть подгнившие под самой крыльчаткой все одеваешь все вроде бы крутится но она гуляет туда-сюда легко снимается но это уже не дело шпонка выгнила сальник посадил под сальником тоже подгнил он призвал полностью заметили что у нас есть новый движок будем его ставить что он не держится она свободно он слазит все движок останется хозяевам что-то пускай делают с него может быть что-то и получится еще ну там отпилить вот эти ушки сам где крыльчатка все где сальник вал остается цепляем что-нибудь и можно что-то сделать но это уже пускай решает сами будут что-то делать или нет сейчас перекидываем все это хозяйство откручиваем и перебрасываем сюда добрались до подключения уже у нас выходит три провода и тут он маркировочка есть 1 и 2 это там коричневый и синий заземление у нас например идет желтый желтая с зеленой полосочкой провод и все сложного ничего нет здесь вот я исправил таким от макаром две колодочки я уже наверно показывал так что еще больше вроде бы ничего эту колодочку покажу что с ней было почему так подключился хотя может быть и не будут спрашивать но объясню что если что-то делать то зажимать потому что это тетя уже в возрасте кто-то будет что-то делать чтобы она могла сама контролировать процесс или может быть будет нашим клиентам посмотрим так и еще и вроде бы все спать страшно хочется дядьки если бы знали это вчера ездили в днепропетровск спать хочется страшно так ладно сейчас подключим и посмотрим что она ну что наверно все на этом поеду ну и поеду ставить все это дело там же провод подцепить другой который идет коробки через как комнату ну короче отдельно провод там идет что еще за забыл наверно сказать что купили якобы с этим вал с нержавейки покажет время какая-то была нержавейка потому что бирочка здесь которая висела там сзади на этой бирочки написано что обмотка с меди вал с нержавейки там траляля тополя еще описание кое какие поэтому когда покупаете то лучше покупать вал с нержавейкой это будет лучше чем у то что потом его выбрасывать надо будет но вернее использовать другом месте но нет для насоса не для воды потому что вал прожавел а еще вымыл вот этот ресивер который здесь электроника и этот ой поплавок магнит который геркон размыкает замыкает все ну сам ресивер этот маленький там есть нем какая-то емкость но промыл промыл к ржавчины было тут как 08 он еще ржавая видны полосы разлилась пошел вы полоскал куски ржавчины по вылетали так что как то так на этом всем спасибо что смотрели всем большущие приветища и самое главное не вздумайте болеть потому что болеть плохо и и невыгодно по скрипту как всегда этот насос они заберут как уже говорил обрежут и можно будет там наждачок сделать или что-то типа гриндера но не важно то они сами разберутся что с ним делать поставил тот насос все работает все нормально подключил запустил пришлось там кусок трубки поменять там металлопластик такой идет и все думал обойдется этот ремонт тем что поменяем только сальник и и все на этом но не получилось так что как то так следите за своими насосами делайте им профилактику хотя с плохой водой профилактику не сделаешь видно как на забито все сейчас не наше увеличительное стекло вот это вот выражаю чина а еще проблема оказывается они брали насос думали плохое плохое давление у них в системе там плохое не давление плохое как его забиты все трубы но он как здесь тоже оттуда же у нас вода приходит отсюда выходит и вот это все матч мало забила трубы до насоса еще там старые трубы есть выходят с пола и придется им менять потому что насос долго работать не будет она все равно замулится забьется заржавеет ну как то так но тоже другая история я эту работу делать не буду потому что состояние здоровья не позволяет копаться но дома то я копаюсь но уже у людей земляные работы не делаю бетонные не делаю потому что начну где-то не аккуратно согнулся и все на этом и спину скрутила на неделю слечь они будут ждать ну как то как то так получается что теперь точно всем пока и самое главное не болейте покупайте насосы валом в котором есть нержавейка и будет вам счастье и